Доброе утро! В эфире «Время новостей». С вами Ольга Сиротинская. Ежедневно команда нашего телеканала рассказывает о самых интересных, ярких и актуальных событиях, о том, что волнует жителей города-героя и всего региона. Сегодня мои коллеги узнают о том, как продвигается строительство обхода поселка Горьковский, побывают на заседании Общественного совета областного комитета природы. В музее «Россия. Моя история» ученые поделятся опытом сохранения нематериального культурного наследия народов России. Расскажем, насколько им это удастся. Артисты шоу «Песчаная сказка» посадят деревья и сфотографируются с волгоградцами. Покажем эмоции и взрослых, и детей. Об этом вы не только узнаете в выпусках нашего телеканала чуть позже, а пока расскажу вот о чем. В Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации прошли большие парламентские слушания, посвященные развитию городского общественного электротранспорта в регионах. Участники слушания обсудили вопросы обновления подвижного состава, модернизации инфраструктуры, восстановления удобных маршрутов, функционирования электротранспорта и финансирования этой сферы. Вячеслав Володин обратил внимание, что проведение слушаний инициировали жители различных регионов, в том числе и Волгоградской области. Без решения задач по развитию городского электротранспорта невозможно повысить и качество жизни людей, отметил Вячеслав Володин. Он обратил внимание на необходимость обновления городского электротранспорта и соответствующей инфраструктуры. Если мы говорим о развитии городов, надо ставку делать на экологический транспорт. Это может быть электробус, это может быть трамвай, это может быть троллейбус. Но у нас ведь нет хорошей жизни, заполонили города, вот эти маршрутки, газели, которые действительно создают заторы на дорогах и выхлопными газами окормляют жителей. Этот вопрос не может решить город самостоятельно, при том количестве износа. Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость заложить финансирование общественного электротранспорта в регионах в проекте федерального бюджета на 2023, период 2024 и 2025 годов. Планомерную работу по модернизации городского электротранспорта администрация Волгограда ведет в течение последних трех лет. В этом году приобрели новые троллейбусы на автономном ходу, обновление будет продолжено. Масштабные инвестиции муниципалитет планирует привлечь из федерального и регионального бюджетов, а также средств инвестора. Реализация проекта модернизации метротрама предполагает продление линии СТ в северную часть Волгограда, реконструкцию путей, депо, тяговых подстанций, питающих линий, приобретение новых трехсекционных трамваев. В Волгоградскую детскую больницу поступила первая партия уникального оборудования для реабилитации. Благодаря применению 12 современных физиотерапевтических аппаратов, юные пациенты с патологиями опорно-двигательного аппарата центральной и периферической нервной системы смогут почувствовать себя лучше. Часть оборудования уже запустили в работу. Первые отзывы врачей и пациентов в сюжете Екатерины Кудряшовой. В Волгоград из-за листы семья Шатаевых переехала несколько лет назад. Маленький Арсен нуждался в высокотехнологичной реабилитации. У мальчика с рождения пара форез нижних конечностей. Ему трудно передвигаться и сохранять равновесие. Эффективно нивелировать недуг помогли и врачи профильного отделения детской областной больницы. Мы наблюдаемся в этом реабилитационном центре уже третий год. По сравнению с тем, что у нас было до этого, я вижу, я чувствую сама, как мать, как родитель, что есть изменения. Динамика растет. По чуть-чуть, но она есть. Реабилитацию Арсен проходит трижды в год в программе курса «Массаж, ЛФК и физиотерапия». Последнюю с недавнего времени проходит на новом оборудовании – аппарате «Полимак» последней модификации. «Полимак» предназначен для лечения низкоинтенсивным, низкочастотным магнитным полем детей, которые находятся у нас на лечении. Гораздо легче, чем было на прошлом аппарате, потому что мы просто выставляем программу, нажимаем кнопочку и получают лечение. Аппарат уникален и тем, что позволяет проводить магнитотерапию одновременно с двумя пациентами с различными патологиями. Длительность процедуры от 10 до 20 минут. И главное – никаких неприятных ощущений. Юный пациент чувствует только тепло. Все очень хорошо. Я чувствую, что мне становится легче и быстрее выздоравливаю. Корвид или космические ботинки – еще одно новое оборудование. Имитатор ходьбы – разработка ученых Российского центра аэрокосмической медицины. На МКС космонавты используют его для поддержания правильной работы мышц в невесомости. А двухгодовалый Ваня шагает в корвите, чтобы его мышцы и нервная система не регрессировали. На тренировке рук в отделении используют новый аппарат механотерапии. Здесь пациент должен сам крутить. Можно выставить время тренировки, скорость движения и, скажем так, трудность сопротивления. Увеличивает объем активных движений верхней конечности, улучшает захват мышечную силу. Магнито-турботрон – самая ожидаемая новинка в отделении. Установка, внешне похожая на МРТ, создает в организме человека вихревые поля. В результате микроциркуляция усиливается, а обменные процессы ускоряются. Оборудование легко программируется под индивидуальные характеристики пациентов. Это облегчает помощь и врачу, специалисту, и медицинской сестре. И все эти аппараты, которые оказывают максимально сильное воздействие в небольшие по продолжительности временные периоды, что для детей это немаловажно, и все процедуры являются безболезненными. В нашу больницу запланирована закупка 110 единиц оборудования, и 12 единиц уже поступило. Ежегодно в детской областной больнице проходят лечение 2000 юных пациентов. На реабилитацию приезжают и из соседних регионов России. Дооснастить учреждение удалось благодаря РЕК-программе «Оптимальная для восстановления здоровья» медицинская реабилитация. В ее рамках в профильные медучреждения региона поступит 251 единица оборудования, 141 направят в филиалы областного центра реабилитации. Реабилитационную службу в регионе развивают поэтапно. Современные подразделения, уже созданные на базе онкодиспансера, в центре имени Шумакова, открыто первое в России отделение реабилитации пациентов после трансплантации. В планах строительство спецкорпуса, свода лечебницы в Волгоградской больнице номер 7, создание профильного центра на базе областной клинической больницы номер 3, а также открытие дополнительных амбулаторных отделений реабилитации в Волгоградской больнице номер 16 и Камышинской городской больнице номер 1. Екатерина Кудряшова и Александр Шишин. Время новостей. Кто зарабатывает больше, отличники или двоечники? Почему матч между ротором и шинником закончился судейским скандалом? Какие продукты в Волгограде покупать выгоднее? Прямо сейчас краткий обзор самых читаемых публикаций мтв.онлайн. Аспиранты, студенты частных вузов и учащиеся в вечерних отделениях получат отсрочку от мобилизации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Кому еще положена отсрочка? Отопительный сезон стартовал уже в 17 муниципалитетах региона. Тепло подается в школы, детские сады, больницы и дома культуры. В некоторых районах отопление начали получать жители многоквартирных домов. Подарок в криминальной истории. 68-летний волгоградец украл электросамокат, чтобы подарить внукам. Мужчина увидел его на улице, погрузил в машину и привез домой. За минувшую неделю в Волгограде выросли цены на овощи и санитарные гигиенические товары. А какие продукты, наоборот, стало покупать выгоднее? Читайте на сайте МТВ. А также, кто зарабатывает больше, отличники или двоечники? И какие профессии чаще выбирают школьные хулиганы и примерные ученики? Интересная статистика. Почему спасенные в Волгоградской области львята зимой могут остаться без крыши над головой? Как пожилым людям защитить свое жилье от мошенников? Советы экспертов. Матч между ротором и шинником закончился судейским скандалом. Что произошло на поле? Об этом и не только. Читайте и смотрите на портале МТВ.онлайн. Это был крайний сюжет выпуска. Если что-то пропустили, заглядывайте на наши официальные страницы в соцсетях. Читайте, смотрите нас, оставляйте комментарии. Кстати, посмотреть наши выпуски сюжеты можно и на rutube.ru. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал. Добрых вестей и хороших выходных. Сегодня в Волгограде ясная погода. Ветер западный до 5 метров в секунду. Воздух прогреется до 17-19 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин